Здравствуйте, меня зовут Александра Биннард, я руковожу правозащитной инициативой Право Berlin Group for Human Rights in Ukraine. И мы сегодня вместе с другими организациями делали в посольстве Украины в Федеративной Республике Германии «Вещер крымско-татарской культуры». Кто его организовывал? Главные организаторы и инициаторы – это, конечно же, сами крымские татары. Это Айше Меметова и другие крымские татары из «Инициативы Крымлы». Это новая такая инициатива крымско-татарская, которая сейчас есть в Берлине. Также мы, наша Берлинецкая группа по защите прав человека в Украине и немецкие правозащитники. Что мы сегодня здесь делали, почему мы пришли к культуре? Потому что крымские татары пережили депортацию, переживают сейчас тоже очень-очень тяжелые времена. На них снова идут гонения. 19 крымских татар исчезли с момента аннексии Крыма. И только про 5 из них мы ничего вообще не знаем. И мы подумали и решили, что все-таки благодаря культуре крымские татары могли вообще пережить все это. И культура очень сильно отражается, то, что они пережили. Поэтому мы решили сегодня представить крымско-татарскую культуру. Что мы сегодня представляли? Это был… у нас было две большие такие премьеры. Это был фильм «Бальзам» про то, как Эльвира Сарихалирова собирает крымско-татарские песни. Она просто ездит по крымско-татарским селам, это крымско-татарская певица, активистка, и собирает эти песни. И потом Эльвира была тут с нами, она их исполняла. Это было, я думаю, чудесно. Тут это заметили все. Здесь были люди разных национальностей. Это были, кроме украинцев, россияне, немцы, были люди с Латвии, были люди с Польши. И все были в восторге, всех эта музыка как-то приняла. А кто-то мне даже сказал, что он почувствовал, что все мы сегодня были там на секундочку крымскими татарами. После показа фильма была дискуссия с Эльвирой, и потом был ее концерт. А после этого была вторая премьера. Это была очень интересная фотовыставка. Ее сделала такая межнациональная команда студентов Восточноевропейского института свободного университета Берлина. Команда состояла из украинцев, крымских татар, немцев и латвийцев. Они фотографировали тех крымских татар, которые выехали в Херсон, как они сегодня живут. И мы увидели их 20 фотографий. И там было особенно очень хорошо видно, что они борются с режимами, которые их окружают. Тогда это был советский режим, сегодня это оккупационный режим в России. Не насильственными методами. Это очень важно и в контексте того, что в Берлине такие методы очень хорошо понимают. Ну и закрывался вечер крымско-татарской кухни. Айше Меметова, которая его инициировала, она привезла из Крыма даже печенье, которое испекла ее тетя и мама. Тут был такой мясной пирог и был специальный крымско-татарский напиток. Ну и вот сейчас все общаются, здесь довольно много немецких журналистов. И мы вот так вот вспомнили про депортацию, но и видим свет в конце тоннеля.